8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот самая главная тема этого дня. Опять плохие дороги. В Алматинской области на новый асфальт потратили десятки миллиардов тенге, а он развалился меньше, чем через год. Кто виноват, выясняли наши корреспонденты. Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Турцию, но можно ли купить путевку на свой страх и риск? В деловых новостях расскажем, о чем нужно знать при планировании отпуск за рубежом. После массовой вакцинации пенсионеров в Бельгии пожилые люди стали реже умирать от коронавируса, а в Египте прививочную кампанию назвали единственным спасением для местного турсектора. Обо всем прямо сейчас. Больше 60 миллиардов тенге на ремонт межпоселковых автотрасс потратили подрядчики в одном из населенных пунктов Алматинской области. Но как только растаял снег, дорога с ямами и разрушающимся асфальтным полотном во всей красе предстала перед автолюбителями. Хотя не прошло и года с момента эксплуатации отремонтированной дороги. Несмотря на качество, которое оставляет, конечно же, желать лучшего, местные власти пообещали через 5 лет довести уровень так называемых хороших дорог до 95%. Рассказывает Гульнар Жантасова. Вот дорога, вот смотрите, здесь машины даже не ездят. Вот они делали. Вот машины не ездят. И то, видите, он уже с щеменка вылазит. Всего 6 месяцев назад уложили асфальт на одной из центральных улиц села Матая Боисова из Кельдинского района. А сегодня от него ничего не осталось, жалуются местные жители. Дорога покрылась ямами да ухабами. Кто будет такой дорогой доволен? В прошлом году ругань мы остановили вон там машины ихние. Сказали, что это не пойдет. Аул весь встал здесь, все пришли люди, остановили мы работу. Сказали переделывать, а они не стали переделывать. О каком качестве можно говорить? Это просто возмутительно. Мы указали на все недостатки, но подрядчики даже не отреагировали. Почти 50 миллионов потратили. А хорошей дороги как не было, так и нет. А ведь тут всего-то пара километров. Местные власти в курсе проблемы и заверяют. Подрядчики справят ситуацию и заново выполнят свои обязательства. У них гарантия на два года. Мы туда письмо написали подрядчикам. Они обязуются до 25 мая восстановить эту дорогу. Там еще есть кое-какие дела. Дороги, которые тоже должны восстановить. Недовольны дорогой и жители дачного общества Юйтас. Ее буквально два года назад отремонтировали при въезде в населенный пункт. Сейчас об этом осталось одно воспоминание. Ну а в этом году здесь завершили строительство водопровода на сумму около одного миллиарда тенге. Подрядчик частично проложил асфальт. И он тоже обрушается. Асфальт вокруг колодцев уже осел. Появились ямы на дороге. Плохо сделали ремонт. Некачественно. Только одна зима прошла, а дорога уже разрушается. Что дальше будет? Кроме того, она очень узкая. Две машины разъехаться не могут. У нас по проекту вот 800 метров, 4000 квадратов. То, что мы поселили. Сейчас, я не скрываю, у нас есть места, где сели. Мы его уберем, срезку сделаем фрезой и восстановим опять асфальт. А остальное, что вы говорите, тут дальше уже поэтапная асфальтированная улица есть. В этом году еще четыре улицы сидят. Но это уже не мы будем делать. По словам автоводителей, ухудшилось и качество объездной дороги вдоль Талдукургана, участок автомагистрали Алматы-Оськимен. Она была реконструирована два года назад. Местные же власти заверяют, что ближайшую пятилетку показатель качества дорог достигнет 95%. Гульнар Жантасова, Ожазвай Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Через месяц в Казахстане стартует новый футбольный турнир. В отличие от нашумевшей европейской суперлиги, отечественное первенство не станет причиной раскола. Цель, наоборот, объединить частные школы и академии страны. Однако тренеры уже столкнулись с проблемами даже в столице. Детям не хватает полноценных полей. А ведь игроки именно этих команд в скором будущем могут создать резерв для национальной сборной. Куда же катится казахстанский футбол, узнавал Буржан Валиев. Сегодня в Казахстане функционируют 240 частных футбольных школ и академий. В них занимаются порядка 12 тысяч детей от 4 до 16 лет. Каждый из них – потенциальный новый казахский месси. Чтобы не упустить талант из виду, футбольные федерации создали специальный турнир. У самих команд планы наполеоновские. Вот только поле не соответствует. Мы сами хотим на следующий год или через год-два выставляться во вторую лигу, стать профессиональной командой. Тогда и будем своих воспитанников наигрывать там. А что для этого нужно в первую очередь? В Астане трудно. Не с фрактурой, а поле это. Мы сейчас вот здесь тренируемся. Маленькая поляна. Надо в больших полях тренироваться. Желательно. С первого надо полей построить хороших. В федерации о проблеме знают и пытаются ее решить. Однако сетуют, что не хватает поддержки правительства. Это очень больной вопрос для всего Казахстана. То есть очень мало, конечно. То, что сейчас строится в дворовых площадках, это, конечно, не то, что бы хотелось. Мы все рапортуем, что у нас там более тысячи полей. Но они, конечно, все не соответствуют. Они ложатся на бетон. То есть по размерам они не подходят. 5 на 10. То, что позволяет им какой-то участок. Но даже если в таких условиях подрастающие спортсмены показывают хорошие результаты, они могут подняться на следующую ступень. В стране действуют 17 футбольных центров и две академии. Онтусцек и Кхайрат. Сейчас в них занимаются 6 тысяч футболистов. Однако даже на этом уровне есть проблемы. Они касаются укомплектованности тренерского состава, оснащения инвентарем и соответствия полей. Не все так гладко, конечно, как бы и хотелось бы. Есть очень много вопросов. Я не скрою, конечно, эти вопросы надо решать. Почему? Потому что если закрывать на это глаза, ну, выйдет так, что мы сами себя обманываем. Спортивный журналист Сергей Райлян многие годы следит за развитием казахстанского футбола. Эксперт отмечает, одна из проблем профессионального спорта – переход из детско-юношеского футбола во взрослый. По разным причинам игроки, которые блестали талантом и мастерством в 17-18 лет, в 21-22 могут уже завершить футбольную карьеру. Формирование сильной сборной – это процесс долгий, процесс изнурительный. Может быть, те ребята, которые выведут нашу сборную в финальный турнир чемпионата мира или Европы, они, может быть, еще только-только родились. Вот нужно создавать условия, нужно с ними заниматься и понимать, что сборную за год, за два сильную сборную не собрать. Нужно игроков растить и давать им футбольные знания с самого детства. Один из способов улучшить отечественный футбол – отправлять талантливую молодежь обучаться за рубеж. Тренер Айбек Мирабзалов как раз один из тех, кто больше 10 лет назад тренировался в Бразилии по государственной программе. Теперь он сам тренирует детей по бразильской методике. Проект, кстати, посчитали провальным и закрыли. Однако Айбек считает, что у самого первого созыва были все шансы показывать качественный футбол. Тогда для команды даже создали специальный клуб «Байтирек». Но его, по словам футболиста, недостаточно финансировали. Сейчас коуч уверен, что отправлять детей надо, но только уже в европейские страны. Однако федерации на такую авантюру уже не решатся. Мы уже как бы обожглись на этом, да, то есть посмотрели на это. Ну, сейчас вот, например, в Академии Антустык у нас испанские специалисты занимаются. В Кайрате тоже иностранные специалисты в Академии. Ну, вы знаете, то, что специалисты приезжают, это не то, что все вот так гладко приехали специалисты, наши как бы заиграли, да, ребята. Это, знаете, такой трудоемкий, плодотворный процесс. Кстати, воспитанников частных школ федерации собираются включить в единую базу. Тогда, если в будущем он попадет в сборную или топовый клуб, наставник сможет получать бонусы. Это должно послужить мотивацией работать на результат. И, может быть, в каждом воспитаннике начнут по-настоящему раскрывать потенциал. Программа дуального обучения, внедренная в 2012 году в учебных заведениях по всей стране, требует качественной доработки, считают уральские педагоги. По их словам, бизнес не заинтересован в институте наставничества. Отсюда и низкая квалификация молодых кадров. Как известно, по дуальной системе 40% знаний составляет теоретическая часть. Ее преподают в образовательных организациях. А 60% – непосредственная практика на рабочем месте. Об этом Батогос Базарбаева. Больше миллиарда тенге в прошлом году получили колледжи региона для модернизации технической базы, чтобы теоретическую часть приблизить к условиям практики. В агротехническом колледже по программе ЖАСМАМАН в прошлом году оснастили 5 обучающих площадок. К примеру, для теоретического обучения будущих строителей закупили последние разработки цифровых нивелиров и электронных тахеометров. Теория от практики не сильно отличается, конечно. Но все-таки, так скажем, опыт не помешал бы. Это вообще новая получается разработка. Так-то мы в теории проходили именно старые. А это даже, наоборот, облегчает много задач. Во-первых, большой функционал. Данила поступил в колледж после 9 класса. Профессия строителя престижна и востребованна, считает он. В колледже на одно место претендует от 5 до 10 человек. Готовят здесь кадры для сельского хозяйства, нефтегазовой и строительной отрасли, энергетиков, слесарей, сантехников. Вот только полученные знания закрепить на практике студентам не удается, отмечают педагоги. В связи с тем, что не хватает мастеров на производстве. И согласно плану, день в 6 часов мастер с нашими ребятами не занимается. Нашим преподавателям был хотя бы доступ, чтобы день в 3 часа, чтобы на производстве, на их оборудовании, наши преподаватели могли бы обучать вместе с мастерами. Вот тогда было бы более качественное закрепление материала. Они дополнительную оплату за это не требуют. Вот здесь мы учим схеме, здесь чертежу. Это азбука, с этого должна начинаться обучение энергетика. В программах методика другая, для нас непонятная. Поэтому расходится теория с практикой. На трансформаторном заводе мастеру платят надбавку за наставничество 10% от зарплаты. Но начинать обучение приходится с азов, отмечают на заводе. Студенты допускают много брака. Приходится списывать за счет предприятия. Основная проблема дуального обучения – на производстве не хватает наставников. 15 студентов направляются к одному мастеру. Мы предлагаем допускать опытных преподавателей на заводы, проводить практические занятия на производстве. Сейчас профессионально-техническое образование получает свыше 17 тысяч юношей и девушек. 23 из 35 колледжей региона работают по дуальной программе. Трудоустраивается по специальности 70% выпускников. В Ассоциации туроператоров Казахстана опровергли информацию о том, что из-за сокращения количества авиарейсов в Турцию продажи путевок по данному направлению приостановлены. По словам руководителя объединения Инны Рэй, продажи не закрывались и реализация туров все еще продолжается. В организации также рассказали, что будет с турпакетами, которые казахстанские путешественники приобрели заранее. Все подробности мы узнаем у моей коллеги Сабина Балашкиной в деловых новостях. Итак, Сабина, доплачивать придется, нет? Арстан, самое важное, что стоимость уже приобретенных путевок не изменится, поэтому казахстанцам не придется за них доплачивать. В профильной ассоциации сообщили, что все обязательства перед казахстанскими туристами, которые заранее приобрели путевки, будут выполнены. Но пока меняются лишь даты вылета. То есть те, кто приобрел турпакет на апрель, возможно, смогут улететь в заграничный отпуск в мае. В целом, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Турции. Также туроператоры привели данные о том, что в неделю в отпуск за рубеж отправляются около 5000 казахстанцев. Причем все путевки в Египет и на Мальдивы на ближайшее время уже распроданы. И мест не осталось до майских праздников. В разрезе стран больше половины наших туристов уезжают на отдых в Египет. На втором и третьем месте по частоте поездок Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивские острова. Казахстанцы стали активнее пользоваться интернетом и мобильной связью. По данным Комитета по статистике, только в первые три месяца пользователи заплатили за услуги почти 235 миллиардов тенге, что на 10% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Страты на оплату интернета составили свыше 92 миллиардов тенге, на мобильную связь почти 59 миллиардов. Всего в республике насчитывается более 24 миллионов абонентов сотовой связи. Из них лишь 16 миллионов имеет доступ к всемирной паутине. Аналитики британского портала Кейбл опубликовали новый отчет о стоимости мобильного интернета в мире. Среди стран, расположенных по соседству с нашей республикой, дешевле всего трафик обходится жителям Кыргызстана, где средняя стоимость гигабайта 64 тенге. Российские пользователи в среднем тратят за услугу 160 тенге. Чуть больше за гигабайт платят белорусы. Стоимость мобильного интернета в Казахстане в среднем оценивается в 255 тенге. Больше всего среди наших соседей за него платят жители Туркменистана. Гигабайт трафика им обходится выше 9 тысяч тенге. А вот в рейтинге по скорости мобильного интернета в мире Казахстан занял 105 место из 175. По данным аналитиков портала Ранкин, за год темп работы всемирной паутины увеличился в нашей республике на 6%, составив при этом чуть выше 20 мегабит в секунду. В этом рейтинге наше государство опережает Азербайджан, Украина, Россия, Кыргызстан и Монголия. А вот самый быстрый мобильный интернет в мире зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах. В лидерах также Южная Корея и Катар. В священный месяц Рамазан разговение у постящихся принято начинать с приема фиников. Мы решили сравнить цены этого продукта в разных регионах страны. Подробности в рубрике «Карта цен». Дешевле всего 400-граммовую упаковку фиников продают в Костанай. Стоимость 500 тенге. Немного выше цены в Актау. За 580 финики можно купить в Караганде. В Алматы упаковка стоит 650. Незначительно, но дороже цены в Актубе. В столице пачку фиников продают за 700. И в завершении информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов. Курс доллара составил 429 тенге 83 теннов, евро 518,91 рубль 5,64. Растан, на этом пока у меня все. До встречи в следующем информационном выпуске. 105 место в рейтинге скорости мобильного интернета. Это даже не 50. Спасибо, Сабина Балашкина была с нами. Бриткоин. Вместо биткоина в Министерстве финансов Великобритании предложили создать собственную криптовалюту. Проработкой вопроса займется новая рабочая группа казначейства и Банка Англии, которая уже заявила, что цифровая версия фунта может стать новой формой денег для домохозяйств и предприятий. При этом она не заменит наличные деньги и банковские депозиты, а будет существовать вместе с ними. Тем не менее, регулятор подчеркнул, что окончательного решения о создании британской криптовалюты пока не принято. К слову, на данный момент к выпуску собственной цифровой валюты приблизился Китай. Пилотное тестирование электронного юаня началось в стране еще в октябре 2020-го. Тем временем бывшему офицеру полиции грозит до 75 лет тюрьмы в США. Суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Коллегия заседателей вынесла единогласное решение и признала подсудимого виновным по всем трем статьям обвинения. После оглашения вердикта Шовина заковали в наручники и вывели из зала суда. До этого он находился на свободе под залогом. Экс-офицеру полиции грозит до 75 лет за колючей проволокой. Меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца. Эти обвинительные приговоры в отношении Дерека Шовина не должны стать точкой в обсуждении убийств мирных жителей полицейскими. Мы в первую очередь обязаны предотвратить такие убийства в будущем. Обвинительный вердикт прокомментировал и сам глава Белого дома Джо Байден. Он назвал приговор уникальным, но гигантским шагом вперед на пути к достижению справедливости в Америке. Это убийство, которое произошло среди Белого дня, сорвало шторы, чтобы весь мир увидел. Системный расизм. Клеймо на душе нашей нации, которое приводит к страху, травмам и боли. Миллионы афроамериканцев каждый день. Напомню, Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года после удушающего приема, который применил при его задержании Дерек Шовин. После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского произвола. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле полицейского участка в Кабуле, Афганистаном. В результате инцидента пять человек были ранены. Всех пострадавших доставили в больницу. По данным Министерства иностранных дел, среди раненых были как гражданские лица, так и сотрудники службы безопасности. Ни одна из местных террористических группировок пока не признала атаку. По факту случившегося ведется расследование. Взрыв был настолько мощным, что затронул и соседние районы. Был нанесен материальный ущерб. Хорошо, что не погибли люди. Показатель смертности от коронавируса среди пожилых людей в Бельгии снижается. Основная причина такой положительной тенденции – вакцинация против COVID-19 среди граждан старше 55 лет. Между тем, растет заболеваемость среди молодежи от 20 до 30 лет. В сутки в Бельгии фиксируются почти 4000 новых случаев заражения. Эксперты заявляют, что пик третьей волны пройден, а власти ослабляют карантин. О сложном выборе между сохранением общественного здоровья и спасением экономики королевства. В репортаже нашего СОПКОРа в Бельгии Жанна Тернст. Несмотря на то, что власти Бельгии решили постепенно смягчать меры ограничения, больницы королевства все еще остаются переполненными. Медики констатируют, что в отделениях реанимации нет больше мест. Число новых пациентов, поступающих с диагнозом коронавируса в больнице Брюсселя и Фландрии, за прошедшую неделю снизилось почти на 10%. Однако в волонских провинциях Льеш и Лимбург прием новых пациентов с COVID-19 вырос почти на треть. Цифры снижаются медленно. Мы должны видеть положительный эффект от пасхального карантина. Но это не то, чего мы ожидали. Это уже плато, а не непрерывный рост, как это было до весенних каникул. Но все же показатели не радуют. Ситуацию может улучшить вакцинация и соблюдение самых элементарных правил. С 19 апреля в стране разрешены путешествия по Европе. Однако многие страны ЕС требуют от туристов тест на ПЦР, а по прибытию еще и прохождение карантина. И если Дания, например, на днях отменяет его, то по приезду в Норвегию нужно сдать еще один тест и сохранять недельную изоляцию в отеле за собственный счет. Прибыв в Италию, кроме теста, сделанного за двое суток до выезда, нужно зарегистрироваться в местных органах здравоохранения и после обязательного пятидневного карантина сдать еще один контрольный тест на коронавирус. Есть строгие правила и для возвращающихся в королевство. Если вы были за границей более 48 часов и возвращаетесь самолетом, на поезде или автобусе из-за пределов ЕС или Шенгенской зоны, вы должны заполнить специальную форму поиска пассажира до приезда в Бельгию. По вашим данным, и в зависимости от того, откуда вы приехали, будет принято решение о том, нужно ли вам соблюдать карантин и сдавать тест в первый и на седьмой день после прибытия. Очередное заседание Консультационного комитета правительства Бельгии состоится в пятницу. Ожидается, что на нем рассмотрят правила того, как 8 мая в стране могут открыться летние террасы, кафе, баров и ресторанов. Ко второму этапу вакцинации начали готовиться власти Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о необходимости прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас власти ожидают одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. На данный момент ведомство рассматривает для вакцинации препарат от Pfizer-BioNTech. Отмечу сегодня. Больше 80% граждан старше 16 лет получили по две дозы этой вакцины. По мнению экспертов, массовая иммунизация детей и молодежи – важный шаг в достижении коллективного иммунитета. Мы подписали соглашение с Pfizer и Moderna на покупку 16 миллионов доз. Сейчас мы готовимся ко второму этапу вакцинации, который начнется через полгода. Мы считаем, что к этому сроку уже будут вакцины для детей. Спасать египетский турсектор от дефицита клиентов решили за счет вакцинации. Сегодня в стране начнется массовая прививочная кампания, главными участниками которой станут абсолютно все люди, хоть как-то причастные к встрече гостей страны. Власти Египта считают, что такая мера стабилизирует эпидемиологическую ситуацию в регионе и позволит курортам обезопасить себя перед наступающим летним сезоном. Рост числа инфицированных в Европе, по мнению аналитиков, может спровоцировать в будущем очередную волну коронавируса. Почему же скептики назвали инициативу властей бессмысленной, выяснил Дмитрий Лукша. Проект властей Египта по обязательной вакцинации работников туристического сектора может стать самым массовым в истории местного министерства туризма. Под присмотром именно этого ведомства и пройдет прививочная программа служащих досуга. Лишь по предварительным подсчетам, защиту от ковид за два месяца должны получить чуть менее миллиона работников курортных зон. Первые вакцины уже в среду поставят в клиники провинции Южный Синай и Красного моря. Проведенный анализ показал, что именно в этих регионах коронавирус чувствует себя наиболее свободно. К тому же курорты Красного моря по распоряжению властей должны быть готовы одним из первых в стране для встречи туристов в июне. Уже можно сказать, что в Египет пришла третья волна коронавируса. Но мы не были застигнуты врасплох, как в минувшем сезоне. Вакцинации работников туристического сектора предшествовал сбор заявок от руководителей отелей и компаний. Мы составляли списки людей заранее. При этом мы не будем сбивать очередь для простых египтян. По распоряжению Министерства здравоохранения в стране откроют дополнительные 200 пунктов вакцинации, что позволит избежать суеты и толп пациентов. По данным Федерации гостиничных палат Египта, вакцинация персонала отелей будет добровольной. Штрафных санкций компаниям, которые не захотят провести комплексную иммунизацию, всех сотрудников не будет. Однако в будущем отказников обяжут соблюдать более строгие антиковидные протоколы, а также предпишут выполнять целый ряд эпидемиологических программ. Подобные профилактические меры не затронут лишь экипажи авиакомпаний и работников аэропорта. Но для пилотов вакцинация останется абсолютно добровольной процедурой. Абсолютно все наши летчики получат вакцину от коронавируса. Это необязательное условие для работы. Однако пилоты понимают ответственность, возложенную на них. Также вакцинирование пройдут таможенники, сотрудники пограничных служб, охранники и даже работники киосков и магазинов. Таким образом, с 1 июня ворота Египта аэропорты будут полностью защищены от коронавируса. В отделах туризма отметили, что новые правила для работников турсектора никоим образом не распространяются на гостей курортов. Для въезда в Египет останется обязательным отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до вылета. На сегодня в 100 миллионном Египте уже зафиксировано без малого 200 тысяч случаев коронавируса, включая более 12 тысяч смертельных. На днях представители Минздрава заявили, реальное число инфицированных может быть намного выше известных показателей. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмид и Амар Мурат. Хабар-24. Египет. Сейчас программа между строк, а вот о чем расскажем после нее. В Алматы сгорел пассажирский автобус. А в Павлодарской области произошло шокирующее убийство картофелем. Обзор криминальных событий в нашей рубрике «Хроника происшествий». В новостях спорта мы расскажем о финальной серии про хоккей Лигаса. Карагандинская Сарарка одержала первую победу. Об этом и не только. Через несколько минут оставайтесь с нами. Избыток нефти, накопившийся за время пандемии, почти исчез, гласит заголовок издания «Блумберг». Агентство сообщает, объемы избыточных запасов нефти, накопленных в связи с коронакризисом, к февралю упали с 249 миллионов до 57 миллионов баррелей. ОПЕК Плюс поддержала освобождение хранилищ, осторожно смягчив ограничения на добычу. По прогнозу Сити Групп, по мере восстановления спроса запасы нефти во второй половине 2021 года продолжит сокращаться на более чем 2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти марки «Брэнд» может подняться до 74 долларов за баррель или даже выше, указывает «Блумберг». Как сделать так, чтобы цифровая революция принесла пользу многим, а не только избранным? В здании Project Syndicate на эту тему поразмышляли эксперты в сфере менеджмента и экономики Марк Эспозита, Ландри Сигне и Николас Дэвис. Онлайн-платформы привели к появлению множества виртуальных рынков. Из-за этого образовался разрыв между реальной и цифровой экономикой. А в связи с тем, что пандемия вынуждает больше людей, чем когда-либо, искать в интернете товары, услуги и работу, этот разрыв цифрового и реального сектора в экономике увеличивается. Те, кто владеет и управляет технологическими гигантами, зарабатывают все больше денег, в то время как остальной мир продолжает испытывать экономические катастрофы. Авторы материала предложили три выхода из ситуации. Они потребуют от нас переосмысления того, как мы внедряем инновации и создаем ценности в 21 веке. Во-первых, государственные гранты и субсидии могут использоваться для содействия распространению технологий и устранения технологического разрыва между платформами и малыми и средними предприятиями. Эксперты поясняют, в краткосрочной перспективе такие расходы приведут к увеличению государственного долга, но затраты компенсируются ростом производительности, которая будет сопровождаться более сбалансированным распределением экономической власти. Во-вторых, мы должны работать над такой моделью внедрения инноваций, которая бы помогла найти баланс между цифровым и реальным секторами и при этом не влияла бы на темпы технического прогресса. В-третьих, авторы предлагают вводить для развития местных инновационных экосистем цифровые тарифы. Это помогло бы управлять процессом разработки, внедрения и финансирования технологий. Все это, указывают эксперты, могло бы снизить зависимость людей от транснациональных корпораций, которые формируют условия использования технологий в собственных интересах. «Наше тело стареет в три этапа – в 34, 60 и 78 лет. Это открытие поможет выявлять болезни на ранней стадии», пишет немецкое издание «Фокус». Исследователи из Стэнфордского университета в США оспорили представление о ежедневном старении человеческого организма и заявили о трех возрастных точках, когда тело ощутимо меняется. Ученые исследовали плазму крови свыше 4000 человек в возрасте от 18 до 95 лет. После изучения примерно 3000 различных типов белков они пришли к выводу – их доля не менялась на протяжении десятилетий. Однако у испытуемых в возрасте 34, 60 и 78 лет были обнаружены значительные изменения на белковом уровне. Такие колебания могут быть связаны с переменами в организме в целом, говорится в исследовании. Пока непонятно, как именно белки или состав крови влияют на старение, заключает «Фокус». Любое планирование сегодня должно учитывать изменения климата. О том, как бизнес, промышленность и государство используют при принятии решений данные о климатических рисках, рассказывает телеканал «Евроньюз». В последние семь лет программа «Коперник» предоставляет компаниям и исследовательским организациям высокоточные прогнозы. Так, городским властям приходится управлять сразу несколькими секторами, например, коммунальным и инфраструктурным, и одновременно решать множество проблем. Каким образом в этом могут помочь климатические данные от программы «Коперник»? Ключевую роль здесь играет сотрудничество. Чтобы предложить действенные адаптационные меры, мы должны объединить усилия с градостроителями, которые расскажут, как изменится землепользование в городах. С экологами, ботаниками и биологами, чтобы понять, как взаимосвязаны климат и биоразнообразие. С гидрологами, чтобы принять во внимание все аспекты управления водными ресурсами и так далее, говорится в материале. «Евроньюз» приводит примеры. В Испании повышение температуры угрожает урожаю картофеля, основной сельскохозяйственной культуры региона. Поэтому сведения о рисках, например, прогнозы осадков, крайне важны для адаптации сельского хозяйства. В последнее время информация о воздействии климата требуется и кредитным организациям для подготовки финансовой экспертизы, а данные с высоким разрешением – инвесторам в сфере недвижимости, которых волнуют, в частности, потенциальные изменения риска наводнений. Вместо того, чтобы рассчитывать на уменьшение неопределенности, надо сосредоточиться на том, чтобы жить с нею и управлять ею, заключает телеканал. Как и обещали, продолжаем. Бывший супруг нанес девушке 18 ножевых ранений. Житель Павлодарской области убил приятеля картофелинами и сел в тюрьму. Неосторожное курение в доме привело к смерти мужчины в Акмолинской области. Прямо сейчас об этих и других происшествиях минувшего вторника. В хронике далее. На улице Уральска 30-летний местный житель нанес 18 ножевых ранений бывшей супруги. О произошедшем в полицию сообщили прохожие. Женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась. Мужчину полицейский задержали спустя 20 минут после заявления о нападении. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Ранее от погибшей в правоохранительные органы поступали жалобы об угрозах бывшего супруга. Начато расследование по статье убийства. В Кокшитау при пожаре жилого частного дома погиб мужчина. Его обгоревший труп был обнаружен спасателями. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного курения в жилом помещении. А в Павлодарской области сельчанина осудили за убийство приятеля Картофеля. Как выяснилось, житель села Подстепка обиделся на знакомого за то, что тот выпивал алкоголь без него. Подозреваемый избил сельчанина, а после силой затолкал два сырых клубня картофеля в гортань мужчины. Вердиктом присяжного заседателя он признан виновным в совершении убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в утверждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В Алматы полностью сгорел пассажирский автобус. Открытым пламенем горел общественный транспорт, стоявший возле остановки. Людей внутри не было. За семь минут пожар локализовали. Однако от автобуса остался лишь сгоревший каркас. Туркестанский полицейский задержали мошенника, обманувшего сельчанина через сайт объявлений. Мужчина разместил сообщение о продаже трех коров. Пришел покупатель, забрал животных, а вместо денег оставил расписку, что рассчитается через два дня, и пропал. Подозреваемого в мошенничестве нашли спустя сутки. Им оказался безработный житель областного центра, ранее судимый за аналогичное преступление. Коров он успел продать на рынке за 400 тысяч тенге. Выясняется причастность подозреваемого к другим фактам мошенничества. Сейчас реклама после новости спорта. Расскажем о скандальной игре казахстанского теннисиста Бублика. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин В Павлодаре спустя год после жестких карантинных ограничений прошел первый живой концерт классической музыки. Вместе с областным оркестром казахских народных инструментов выступил и государственный струнный квартет имени Газиз Жубановой. Для этого в город из столицы приехали музыканты с мировым именем. Все проходило с соблюдением всех санитарных требований. Концерт для музыкантов стал настоящим праздником. После продолжительного перерыва они вновь на сцене перед ценителями искусства. В планах у артистов серия выступлений и все они посвящены 75-летию Павлодарской областной филармонии. Сегодняшняя у нас программа очень интересная в том, что вечер к классической музыке. Моцарт, Брамс, Штраус, Пучини. Несмотря на то, что пандемия, наверное, скажем, свои плюсы, то, что пандемия, мы могли пригласить таких вот великих музыкантов, знаменитый госквартет, потому что они все время, как бы, за эти периоды они ездили по всему миру. И сейчас мы, как бы, пользуясь тем, что они в Казахстане, мы даем такой хороший вечер классической музыки. Пять назад, когда мы попробовали, и в этот раз мы уже знаем, что это будет очень хорошо звучать, что публике это нравится. Это необычно, это впервые. И этот опыт у нас только, по-моему, эксклюзивно с Павлодарским оркестром. Ну а сейчас об абсурде, который, заметьте, лишь крепчает. В Алматинской области, чтобы спеть в караоке-клубе, местные власти объявили государственный тендер. Услуги чуть было не предоставили, если бы не социальные сети. О самом нашумевшем в программе репост. Приветствую всех, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост. Интересностей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Нинзорпа. Сначала расскажем интересную и комичную по своей ситуации историю, которая случилась в Петропавловске. Там в студии по новостям из Фейсбука продолжаются отрезки и шутки. Недоумение и смех гаража вызвал поздравительный баннер для бронзовых призеров чемпионата страны мужского волейбольного клуба ЕСЕЛЕСКА на рекламном щите. Все бы ничего, но авторы перепутали текст и назвали спортсменов женской командой. Местные власти уже отреагировали на казус и сообщили, что баннер распечатывало рекламное агентство. И вся путаница произошла именно там. Так как женский волейбольный клуб Куаныш тоже поздравляли с третьим местом. Но чуть раньше. Но рекламное агентство, видимо, не заметив разницы для второго баннера, оставило размещенный ранее текст с фотографией мужского клуба ЕСЕЛЕСКА. Вот и получилось, что обращаются к девушкам, а на снимке мужчины. Сейчас, конечно, на рекламном щите размещен исправленный поздравительный баннер. Но у нас один вопрос. Как можно было так перепутать людей? А теперь к новостям технологий вместе с телеграм-каналом за нами уже выехали. Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности пообещало подключить к спутниковому интернету более тысячи сел в Казахстане. Возможно, логичное решение, но это проще, чем тянуть кобеля, пишет автор. И все такие, как тебе такое, Илон? А, окей. Среди поставщиков услуг, которые рассматриваются в министерстве, есть и он. Продолжим истории, как ювиженцы восприяли ото сна и отреагировали на новость из ЗКО, где местная полиция сама себя наказала за нарушение правил дорожного движения и сама себе штрафы отменила. Всего таких оказалось 19, но смутило сетевиков не это, а то, что при презентации системы контроля соблюдения скоростного режима замначальника местного департамента полиции главным преимуществом Аркана представил полное отсутствие возможности удаления нарушений с базы данных. Как выяснилось, все-таки можно. Ну, с кем не бывает, вот бы все так легко решалось, как в этой истории. Бодро планировали на юге страны шагнуть в череду майских праздников, но не вышло. Телеграм-канал Фротинге пишет. В Алматинской области объявили тендер на покупку услуг по аренде караоке на два дня за 195 тысяч тенге. Если есть желание спеть и заработать на поставках, то заявки принимаются еще четыре дня. Ну, после публикации в Телеграм-канале тендер отменили. Вы не ослышались. Вообще ни разу. Комментаторы заметили, в Алматинской области вообще умеют отдыхать. Вот месяц назад был пост о том, как госслужащие Толды Кургана отметили пятницу. И предположили, что так ведомства пытаются помочь СМИ и не остаться без рекламодателей и подкидывают поводы для публикаций. Ребята из канала после всей однодняной суеты выдают интересное резюме. Спойлер. Все весьма предсказуемо. Пандемия, как видите, не мешает тому, чтобы наслаждаться жизнью в Толды Кургане. Деньги на блок-туры с планшетами здесь уже освоили. Теперь вот на караоке тратят. С нетерпением ждем, когда увидим затраты на танцы со звездами. Продолжим по тому от канала Орда. Там ребята соорудили мем, как дорого и богато развлечься в Казахстане. Предыстория шутка появилась после того, как билеты в кино подорожали на 16%. Может, в кино? А может, тогда фисташи купим и полный бак бензина заправим? К слову, в Кустанайе семье стоимость билета за минувший год снизилась с 3500 до 1300. Что-то позитивное же должно быть. И еще немного веселых новостей для поднятия настроения. Ведь среда – маленькая пятница. Кумашки Зет рассказывает об ограблении по акции «Один плюс один», которое произошло в столице. Это самое нелепое ограбление, конечно. Останчанка, стоя на остановке возле ТРЦ, копалась в своем смартфоне. В этот момент мужчина средних лет выхватил мобилу из ее рук и дал дёру. К счастью, прохожий вызвался помочь и догнал нарушителя порядка. Завязалась драта. Пока не дрались, потерпевшая достала второй сотовый, чтобы вызвать полицию. Грабитель, заметив это, тапнул и этот телефон, после чего снова засверкал пятками. Чуть позже его все же задержали, но согласитесь, всем бы в жизни такое упорство, как у грабителя. И закончим сегодня рубрикой «Объявление дня», который обстевали многие сетевики. Помните видеоролик с девушкой на матрасе, который она записала на озере Каинды для развития туризма в Казахстане? Но в итоге получила штраф в 2 МРП. Так вот, в сети появился интересный лот на продажу. Любительница необычных фото решила продать матрас, указав, что это самый знаменитый матрас в Казахстане. Комментаторы вообще не удивлены и считают, что модель реально к успеху пришла. Подтверждать не можем, потому что удалось ли ей в итоге найти покупателя, до сих пор неизвестно. Но телеграммеры уверены, что это произойдет очень скоро, с ростом популярности внутреннего туризма и возможностью посещать другие открытые озера страны. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. И в завершении выпуска интересная новость из США. С помощью 3D принтера в Штатах планируют строить полноценные дома. Умные машины в сочетании с программным обеспечением, роботами и новыми строительными материалами могут создавать здания быстрее, дешевле и экологичнее. Индустрия поможет решить проблему острой нехватки жилья, которая привела к росту цен на недвижимость и увеличению числа бездомных. Кроме того, 3D-печать позволяет воплощать в жизнь самые смелые архитектурные решения. Трехмерные объекты создают по цифровым чертежам. Машины постепенно наносят тонкие слои материала, которые быстро затвердевают под ультрафиолетом. В итоге он превращается в легкий, похожий на камень, материал. На возведение дома таким способом уйдет примерно от 10 до 20 дней. Фабрика приезжает к вам и делает дом именно там, где он и должен быть. Мы выбрали этот метод, чтобы исключить затраты на доставку, а также высвободить пространство для дизайна. Такие дома бы пригодились и у нас в Казахстане. До встречи вам, хорошего дня, увидимся обязательно, берегите себя.